За последние две недели в Центр оперативного реагирования Айкумек поступило более 800 жалоб по уборке снега. Немало обращений по вывозу твердых бытовых отходов. Акимгородом Араджин Дубаев раскритиковал работу подрядчиков и поручил навести порядок на указанных участках. На переполненные мусорные контейнеры жители города стали жаловаться чаще. Только за последние две недели в Центр оперативного реагирования Айкумек поступило около 300 обращений. Накопившиеся отходы в ряде микрорайонов вывозят не своевременно. Причина тому – праздники и непогода. Из-за метели и сильных морозов спецмашины коммунальных предприятий выходили из строя. К тому же большая часть техники непригодна к работе. Нужно вкладывать, вы же в доверительном управлении, вы должны вкладывать свои средства, обновлять технику. Мы вообще приходим к тому, что у нас монополисты вы по мусору, монополисты по освещению у нас там вот этот Ахлупин сидит. И вот вы занимаетесь, вы смотрите, вы один и вы, и мы от вас зависим, от одного предприятия. Вот по очистке, я скажу так, мы не зависим от одного предприятия, без проблем, они готовы друг друга поменять. Мы, если завтра не будем исполнять, они и знают конкуренцию свою. Уберем другого, другого заведем или между ними разделим. Коммунальное предприятие сетует. Из 270 тысяч жителей Кустаная лишь 70% оплачивают за услугу вывоза. Остальные 30% не заключили договор, но при этом продолжают выбрасывать отходы. Есть и те, кто выгружает около контейнеров крупногабаритный мусор. Еще одна проблема – дефицит кадров. При заработной плате в 340 тысяч тенге желающих работать на спецтехнике не так уж и много. Мы вам на портале будем выставлять замечания. Вы понимаете, да, что такое официальное замечание на портале? Три, и потом уже ставится вопрос о вообще, о вашей работе. Просто мы не можем город оставить, поэтому я вам стараюсь помочь. Вы помогайте тоже нам? Договорились? Вы давайте подумайте по водителям. У вас машины ГАЗ-53, кто хочет на них работать, конечно. А что там у вас стареет такое 70%? Которые уже под списание готовы, некоторые. Ну, они с 7-го, 6-го года. Ну, вы износ ставите 70%. Ну, я вам одно говорю, вы мне второе. У вас с техникой проблема, раз. С людьми проблема, два. Организации вывоза мусора, три. Накануне глава областного центра лично проинспектировал уборку улиц от снега. У градоначальника к подрядчикам есть ряд замечаний. К примеру, нехватка грейдеров и погрузчиков. По словам Марата Жундубаева, их у организации в наличии гораздо меньше, чем заявлено в договорах. Аким города снова поручает очистить все тротуары и проулки в ближайшие несколько дней. А вот владельцы бизнеса свою территорию приводить в порядок обязаны сами. Они для своих клиентов должны стараться, правильно же, да? Входные группы, лопаты почистить, сделать тропинку. Я не думаю, что город не должен это делать, правильно, да? По правилам благоустройства. Поэтому давай разграничиваем ответственность. Бизнес за себя, я говорю, крупный бизнес. Мы свое, жители, каждый сам за себя. ПКСК, ОСИ, они должны свои дворовые территории привести в порядок. Что касается жителей частного сектора. Вчера просто мы наблюдали, правильно делать, я хочу сказать. Бурты делает наш подрядчик. Смотрю, с частного сектора, лопатами люди работают, с детьми прямо. Они снег этот со дворов выталкивают на дорогу. Правильно? Это нормально, когда они пользуются случаем. Потому что им никто не вывезет. В частном секторе на правильной части. Они выталкивают. Вчера многое это заметил, это делают. Это хорошо, это надо приучить. Это как мусор выносить в 8 утра. Точно так же бурт появился, начали работать. Всё, снег почистили, от себя оттолкнули, мы заберём. Власти убедительно просят жителей убрать автомобили во время очистки снега. Не оставлять машины в неположенных местах и на проезжей части. К концу недели Марат Жундубаев планирует провести вечерний объезд по городу, где также проинспектируют дороги, освещение и работу светофоров. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай.